Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как составлять электронный баланс для уравнивания окислительно-восстановительных реакций. Пусть у нас с вами есть перманганат калия, который взаимодействует с соляной кислотой, и получаются такие продукты хлорид калия, хлорид марганца, хлор и вода. Для начала мы должны определить степень окисления у марганца и у хлора, и как она поменяется. Есть исходный перманганат калия. Степень окисления у марганца в калии марганец-4 будет плюс 7. Степень окисления у хлора, ваш хлор, будет минус 1. Степень окисления у марганца в продуктах марганец-хлор-2 будет плюс 2. Степень окисления хлора в хлор-2 будет 0. После того, как мы написали степень окисления, и увидели, как они меняются, пишем такую схему. Слева пишем марганец, который был плюс 7 в реагентах, и в продуктах стал плюс 2. Хлор был минус 1, стал нулевым, но тут же надо обратить внимание, что здесь у нас индекс двоечка, значит, 2 хлора. Индекс здесь записываем в коэффициент двойку. После этого мы должны определить, сколько получил марганец электронов. Если степень окисления была плюс 7, стала плюс 2, плюс 5. Хлор был минус 1, стал 0, значит, он отдал 1 электрон. Но здесь у нас 2 хлора, значит, он отдал 2 электрона. После такой схемы мы должны написать вертикальную черту и крест-накрест ставим полученные коэффициенты. Двойка идет возле марганца, ставится пятерка возле хлора. Таким образом, мы с вами получили коэффициенты, которые можем поставить в уравнение. Двойку поставим возле марганца, пятерочку возле хлора в продуктах реакции. Теперь мы с вами видим, что у нас справа 2 марганец хлор-2, то есть 2 марганца. Слева у нас 1 марганец. Поставим-ка здесь двоечку. Марганцы уравняли. Если у нас слева 2 калий марганец О4, это значит, что двойка относится к каждому из этих элементов. Тут 2 калия. Справа у нас 1 калий в калий-хлор. Значит, и здесь поставим двойку. Видим, что возле соединений, которые содержат хлоры, уже есть коэффициенты справа. Поэтому мы должны посчитать количество хлоров справа. Здесь в калий-хлор хлора 2, в марганец-хлор 2 хлора 4, потому что мы коэффициент умножаем на индекс. И хлоров в хлор 2 – 10, потому что мы коэффициент 5 умножаем на 2. Итого, хлоров справа 16, а слева 1. То есть возле соляной кислоты мы должны написать 16. То есть число хлоров слева и справа – 16. Посмотрим же, сколько у нас водородов справа. Справа 2, слева 16. То есть воду мы должны умножить на 8. Водороды уравняли. Давайте проверим, совпадает ли число кислородов справа и слева. Слева у меня 8 кислородов, поскольку я 2 должна умножить на 4. Справа я 8 умножаю на 1. Тоже 8. То есть мы уравнение окислительно-восстановительное уравняли верно. Если вы забыли, я напомню, что степень окисления численно равна валентности. Исключение – элемент 2. У них степень окисления 0. В данном уравнении у нас окислителем является марганец, который забирает электроны, и хлор является восстановителем, поскольку отдает электроны. Всем спасибо. Ставьте лайк.